Дорогие друзья, добрый день. Мы сегодня для вас работаем в прямом эфире на 18-й ассамблее Здоровая Москва. Огромное количество великолепных спикеров, огромная площадка. И я хочу сказать, что в принципе каждый должен хотя бы раз прийти и посмотреть, как это устроено. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Дэвид Агус, основатель института трансформативной медицины именно Лоуренса. По-другому мы этого замечательного доктора знаем. Это самый, наверное, богатый теперь доктор Силиконовой долины. Это доктор, который, собственно говоря, лечил Стива Джобса. И мы сегодня немножко тоже это коснемся. И это один из тех докторов, у которого есть целый свод правил. По-моему, их 18. Мы сегодня тоже о них поговорим. И все это бесконечно любопытно, потому что мы все чаще слышим такое модное слово биохакинг. Хочу сказать, что мне оно страшно не нравится, потому что я считаю, что это исключительно хайп. И даже если вы посчитаете, что я сейчас скажу лингвистически неверно, это популизм, потому что на этом просто зарабатывают деньги. Но давайте узнаем в действительности, что происходит в Соединенных Штатах Америки, что мы знаем про старость, что мы знаем про онкологию и каких успехов мы добьемся буквально через каких-то несколько лет. Дэвид, большая удача, спасибо, что вы сегодня у нас. Ну и, разумеется, первый вопрос. Стиву было 56 лет, насколько я помню. И, насколько я понимаю, он отказался от операции, которую вы советовали ему. Если бы он пошел на операцию, это продлило бы ему жизнь? Потому что я понимаю, что об излечении речи не шла. Вы знаете, это прекрасный вопрос. Я встретил Стива Джобба через год после того, как он отказался от операции. Когда я познакомилась со Стивом Джобсом, у него, к сожалению, рак уже был в достаточно продвинутом состоянии. Многие доктора рекомендовали ему пищевую терапию. Они верили в то, что с помощью питания он сможет излечиться от рака. Когда он попал ко мне, уже, к сожалению, рак был в продвинутой стадии. Мы по-прежнему смогли сохранить свою жизнь на 6 лет. И он представлял из себя лягушкой, которая плавает в пруду и прыгает с одного листа ковшинки на другой. Как только мы поняли, какую терапию подобрать для Стива Джобса, мы смогли поддержать его в жизнеспособном состоянии. Он, как лягушка, прыгал с одного листа ковшинки на другой. И он жил полноценной жизнью. И даже в тот день, в который он скончался, с утра он работал. Действительно так. Конечно, никто не забудет никогда его речь в Стэнфорде. Она была очень важна. Так же, как и, собственно говоря, последняя речь нашего Андрея Павленко. Они были чем-то похожи и схожи. Но в чем была самая большая ошибка? Вовремя ли Стив выявил заболевание у себя? Как он относился вообще к своему здоровью? Когда я впервые с ним познакомился, мы с ним тоже вместе сидели в кабинете. Он посмотрел на меня и говорит, а почему ты не можешь что-то сделать для того, чтобы выучить мой рак? Вот как программист, он же может устранить ошибку компьютера. Он постоянно задавал меня вопросы. Иногда, когда со мной разговаривал, бросал телефонную трубку, потому что я на самом своем не сдавался. Он перезванивал мне через час. Но это был человек полный оптимизма. Я помню, несмотря на прогрессирование его заболевания, он всегда смотрел мне прямо в глаза. Я всегда знал, что что-то не так. Я помню, что однажды мы сидели с ним вместе. Я присел на краешек его койки, мы вместе смотрели «Историю игрушек». Ну, вы знаете… Серьезно? Да, «Историю игрушек», действительно. Ему очень нравится этот мультфильм. Мне кажется, он уже в тысячный раз его смотрел. Но каждый раз, знаете, он таким эмоциональным становился при посмотре. Если мы говорим про программирование, то, конечно, очень любопытно узнать ваше мнение на предмет. Я не могу не поднять эту тему CRISPR-Cas9, безусловно, программирование, и сможем ли мы менять генетический код. Как вы относитесь к этому? Два года назад, вы, наверное, помните, где вы находились 1 октября. Тогда объявили молекулу года. Молекула года – это практически наш Оскар. Тогда объявили о том, что была открыта новая молекула, генетическая, редактированная CRISPR-Cas9. В Китае, вы знаете, один из докторов использовал эту технологию, чтобы получить трех эмбрионов. К сожалению, это было сделано не совсем корректно с этической точки зрения. Но при этом эта технология дает нам способность полностью избавиться от генетических заболеваний. Моковисцидоза, например. Это действительно очень продвинутая, очень мощная технология. Я надеюсь на то, что мы будем ответственно подходить к использованию этой технологии. Я надеюсь, что будут разработаны международные стандарты, это будет этическое применение технологий, будет научное обоснование. Но мы стоим с вами на пороге новой эры, новой эры в медицине. Мы сейчас можем излечивать заболевания, которые считались неизлеченными. Сейчас я захожу в палату к пациентам, и я оптимист. У меня есть надежда. Еще год назад у меня часто этой надежды не было. Вы знаете, то, что вы оптимист, я увидел, когда мы только с вами знакомились. Это сразу видно, это сразу видно по тем глазам, по блеску в глазах. Без медикаментозной терапии, разумеется, блеск в глазах. Как это бывает иногда. И, подходя как раз к этому вопросу, к вопросу этики, разумеется, нет сомнений, что вы знаете, кто такой господин Фаги. И мы подходим, в общем-то, к очень важному моменту, к биохакингу. Как вы к этому относитесь? Потому что, как я уже озвучил, моя личная позиция, что это исключительно зарабатывание денег, которые не имеют под собой серьезной научной базы. Мы с вами определяемся одинакового мнения, и здесь нет никаких сомнений. Сейчас в мире вообще очень много хайпа. Когда мы говорим про какие-то медицинские вмешательства, у нас есть краткосрочные и долгосрочные посредства. Например, если у вас сейчас, я дам вам инъекцию гормона роста, то сразу вы будете выглядеть на 10 лет моложе. То есть, грубо говоря, вы получаете такой стимул, но при этом это приводит к развитию сердечной аритмии и отнимает у вас 16 лет жизни. Биохакинг, эти люди смотрят только на сегодняшний день, они не думают про долгосрочные процессы. Это гипербола. Это не имеет обоснования. Я не пользовался бы такими вещами. Я с вами абсолютно солидарен. Более того, как мы знаем, мне было очень любопытно узнать, что Фаги говорит, у меня изменилось настроение, я перестал употреблять алкоголь, мне стало лучше. Но оказалось, что у него всего-навсего там было два антидепрессанта и препараты лития. В общем, чудовищная история, конечно. Но немножко не об этом. У вас есть вот правила, которые мне очень импонируют. Вы пишете кофеин, доказано абсолютно, улыбайтесь, господа улыбайтесь, прекрасно. Не изнуряйте себя утомительными тренировками. Это очень важно, потому что вы обратили внимание, какое количество марафонцев стало? Как вы относитесь к марафонам? Не физической нагрузке адекватно, а именно марафонам. Знаете, если вы посмотрите на марафонцев, у них, как правило, не такая длительная продолжительность жизни. Почему? Потому что они слишком много напрягают свое тело, увеличивается сердце, и, в принципе, они приближают себя к ранней смерти, к преждевременной смерти. Наше тело не готово к таким нагрузкам. Я верю в умеренность. Очень важно гулять. Очень важно ходить пешком 15 минут в день, чтобы ритм сердечный вырос только на 15%. Если он сейчас 60, нужно, чтобы он увеличился до 90. И я верю в то, что нужно смотреть на всю жизнь в целом. Давайте дальше. Следите за своим пульсом. То, что вы озвучили. Абсолютно правильно. И большое количество наших людей обзавелись трекерами настоящими, слава богу. Рыбные дни. И вот здесь хочу с вами поспорить, а вернее вступить в дискуссию. Вы пишите дальше, что принимаете магний и рыбий жир. Целый хайп и целый холивар поднялся в отношении омега-3. Я как кардиолог абсолютно не согласен, что омега-3 должны принимать все. Потому что известно, что омега-3 полиненасыщенные кислоты могут быть и опасны в том числе. Вот ваше отношение, что все-таки из продуктов это все получать? Или как многие, понимаете, пресловуто получают это, только вдумайтесь, из биологически активных добавок? Обязательно нужно есть здоровую питательную еду. Наше тело, конечно же, всасывает питательное вещество из еды. Когда вы съедаете яблоко, это абсолютно по-разному всасывается в вашем магазине, чем, например, то, когда вы пьете сок. Мы сейчас не видим бериберий, нет цинги, нет рахита. Это были болезни, связанные с дефицитом витаминов. Главное, получать витамины из настоящей еды. Представьте витамин D. Если мы назначаем витамин D пожилой женщине в слишком большой дозе, то это повышает риск костных переломов. У нас есть меланин в коже для того, чтобы кожа коричневела под воздействием солнца, чтобы у нас не было педозировки витамина D. Вы говорите про рыбий жир. Если у вас есть рыба, мы ее продаем покупателям, а если рыба плохого качества, мы отдаем ее компанию, которая превращает рыбу в рыбий жир. Поэтому надо, конечно же, есть настоящую еду. Это я и хотел услышать. Идем дальше. Завтракайте обязательно. Прекрасно. Чаще меняйте постель. Почему? Самое главное не что есть, а когда есть. Три приема пищи и никаких перекусов. Завтрак очень важен. Почему? Потому что это первый прием пищи. Поэтому нужно есть полезный завтрак, в котором есть белки, жиры, углеводы. Нужно хорошо спать, ложиться спать и вставать в одно и то же время каждый день, чтобы была обстотка для здорового сна. Носите только удобную обувь. Хотелось бы. Ежедневно делайте пешие прогулки 1-3 километра. Сносно. То, что приблизительно мы и понимаем 10 тысяч шагов. Ешьте настоящую еду. Если позволяют финансы, разумеется. Не покупайте соки в пакетах. Чудесное замечание, потому что мы понимаем, что это риск сахарного диабета. Будьте позитивны. А вот дальше, Дэвид, я призадумался. Молитесь даже на работе. Не все ученые вас поддерживают в этой теории. Теория креационизма, прежде всего. И почему вы так? Почему вы решили молитесь? Это вера, вера или это вера, надежда? Почему? Люди, которые во что-то верят, неважно во что, то они, как правило, показывают лучшие результаты в клинических исследованиях. Эти результаты лучше, чем у неверующих людей на 30%. Нам, как людям, нужно во что-то верить. У нас остается положительный настрой. Это то, как мы были созданы. Поэтому верующие люди, как правило, показывают лучшие результаты. Это понятно, поскольку основатель нейролингвистического программирования сам однажды зашел в тупик, когда заболела мама раком. И, тем не менее, он смог ее переубедить жить полноценно, потому что ей поставили терминальную стадию. Она умерла через 5 лет и не от рака. А она не хотела жить. Это действительно очень важно. Дэвид, у нас не так много времени. Как вы считаете, это очень важно, какие будут семимильные шаги в медицине, что развивается очень быстро, и что действительно нам поможет, наверное, победить два серьезных врага. Это онкологию и сердечно-сосудистые заболевания. Я думаю, что будущее – это данные. Данные, данные, данные. Машинное обучение, искусственный интеллект, большие данные. Все это вместе действительно запустит процесс развития в медицине. В Европе очень много хороших кардиологов, но есть и плохие кардиологи. Искусственный интеллект позволит нам повысить точность диагностики и точность наших решений. Искусственный интеллект очень критичен. Мы сейчас видим здравоохранение, которое является отличным в отдельных странах, но компьютеры сделают здравоохранение качественным везде. Одно из исследований в Европе показалось, что чем ближе вы живете к аэропорту, тем быстрее снижаются ваши когнитивные способности по мере старения, поскольку приземляются самолеты, и это очень шумно. У меня, допустим, есть пес, который храпит, поэтому я сплю с берушами для того, чтобы не слышать храп своей собаки. Следовательно, у меня меньше шансов на то, что у меня будет когнитивный упадок. То есть данные позволяют нам получить новую информацию. Не думал, что это будет последний вопрос, таков. Но будет таков вопрос. Делали ли полисомнографическое исследование своей собаке, раз она храпит? Хорошая идея. Может быть, и стоит это сделать. Я не думаю, что собака сможет сидеть мирно и не двигаться. Дэвид, огромное спасибо. Мы еще, разумеется, увидимся на форуме. У нас идет очень активная работа. Я желаю вам удачи. Ну и, конечно, увидимся уже, уверен, в этом году в Силиконовой долине. Спасибо огромное. Дорогие друзья, мы сегодня работаем для вас в прямом эфире. Потрясающие совершенно гости. Я вам напоминаю, что это 18-я ассамблея «Здоровая Москва». Спасибо. Спасибо. Спасибо.